Итак, лента родилась ровно 30 лет назад в Санкт-Петербурге и прошла долгий путь от маленького магазина до мультиформатной торговой сети, которая сегодня объединяет тысячи магазинов формата гипер, супер, мини и онлайн. И это только начало. Ну что, я всех приветствую на нашем праздничном прямом эфире, посвященном 30-летию ленты. Мы с лентой большие друзья, очень часто люди ассоциируют прямые эфиры именно со мной. И, наверное, у вас сейчас вопрос. Ну, помимо того, что мы все друг с другом здороваемся, привет-привет, привет-привет. Не вижу ни одного комментария, уверен, их как минимум 2-3 есть. И вы спрашиваете, Арсений, а вы что-то там говорили про каких-то там победителей, которые будут вместе с вами в прямом эфире. Обещали? Они у нас есть. Смотрите. Ну что, девчонки, не волнуйтесь. По-моему, все нормально идет. Ну правда, как настроение? Давайте я вас познакомлю. Ребят, привет. Это Оля. Оль, помаши всем рукой. Да, это Оля. Это Люда. Они сказали, что можно без отчеств, без фамилий. Ну и мне не надо запоминать. Во-первых, я вас поздравляю, потому что, мне кажется, конкурс, вообще игра бокальные данные была не просто прикольная, но и, мне кажется, легкая. Задания были непростые, плюс я видел, что вы там общались во всяких чатах. Если кто-то не знает ответ на какой-то вопрос, сразу говорили, так, какой там на пятый, что это означает вот это шампанское, что-то какая-то такая история. Я все это видел, за всеми за вами следил, поэтому мы прибегли к рандомайзеру, чтобы... Я просто эфир параллельно смотрю, не могу пропустить эфир ленты, обожаю эту ведущую. Вот, и поэтому мы при помощи рандомайзера выбрали именно вас. На самом деле было обидно, что мы не можем сразу всех позвать, потому что более 25 тысяч человек, ну, короче, десятки тысяч человек приняли участие, а победителя только два. Во-первых, спасибо ленту, что два, а не один. Вот, а во-вторых, нам надо придумать, что мы с вами будем делать. Я придумал. Ни для кого не секрет, что эфир с лентой – это коктейли. Во, я понял, зачем, Оль, ты сюда пришла. Это коктейли. Сейчас мы выпьем уже, подожди секундочку. Вот, но так как вы молодые девушки, это я опытный волк, мы должны эту, как бы, коктейльную нашу деятельность чем-то подкрепить, ну, чтобы вы и дегустировали, и закусывали. Поэтому специально для вас у нас сегодня будет повар, настоящий, профессиональный. Денис, Денис Безмощок, привет. Привет, привет. На самом деле человек очень известный в Москве. Я спросил у нескольких людей, все сказали, да, конечно, Дениса позовите на эфир. Вот, плюс хорошие отзывы, что ты якобы умеешь готовить, что-то больше, чем просто яичницу. Так вот, мы с Денисом будем делать закуски к нашим коктейлям. У нас будет три коктейля, три закуски. И я предлагаю вначале поделиться. Оля, так как ближе стоит ко мне, она останется со мной, и мы сделаем с ней первый коктейль. А Люда пока с Денисом придумают нам какую-то первую закуску. Там не то, чтобы мои любимые ингредиенты у вас на столе. Я даже, знаете, как думаю, так, 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 мозговой штурм, что не любит Арсений? Он ненавидит огурцы и рыбу. Берем рыба, огурец, ну, а дальше все уже по плану идет. Поэтому вы пока начинаете готовить нам закуску, а мы с Олей что-нибудь придумаем с коктейлем. Договорились? Ты не против? А ты разговариваешь вообще? Да. Как тебя зовут? Оля, знаешь, ничего не сложно. Оль, ты учишься, работаешь? Я работаю. Ты работаешь. Судя по тому, что грустно, ты говоришь, ты работаешь где-то не по любви. А я пока... Да, чем занимаешься? Ну, вообще, я пиар-менеджер. Пиар-менеджер? Сейчас, сейчас, ты продолжай говорить, я буду делать такие движения, это означает, что я ищу бокалы. Секунду, нужно. И фотограф проявили. А, я вспомнил, где бокалы. Ты фотограф? И почему-то у меня еще не раз не сфотографируют. Оль, напиши там каким-нибудь моим менеджером, директором, моим президентом. Я не знаю, кто там у меня этим занимается. Да, он на большой штат. Секунду. Секунду. Я обязательно мы с тобой пофотографируемся. Первый коктейль, который мы с тобой приготовили, при помощи бокалов шефа Цемелье. Кстати, я напомню, что акция продолжается. До 28 сентября вы можете продолжать копить электронные фишки и забирать наборы бокалов всего за один рубль. Шеф Цемелье на данный момент мои самые любимые бокалы. Они у нас находятся в холодильнике. А раньше бы я сам пошел в холодильник. Споткнулся бы. Упал. Я, кстати, продолжаю говорить привет всем, кто нас смотрит. И скажите мне, где я могу почитать комментарии. Для нашего первого коктейля, который называется Коблер из шампанского с манго. Ну, шампанского не будет, будет игристое. Но мы его с тобой приготовим. Для начала нам нужны вот такие, я это называю креманка. Но вообще это коктейль, коктейль блюд. Ребят, чуть потише вообще тут прямой эфир. Денис, ты шумишь? Люда не может шуметь. Нам нужны ингредиенты очень простые. У нас, собственно, будет, конечно же, манго. У нас будет, ну, не шампанское, но у нас будет игристое. У нас будет апельсиновый ликер. И... Манго. Манго. Говорят, что только москвичи знают, как выглядит манго. Ты москвичка? Угу. И родилась в Москве? И родилась в Москве. А где живешь в Москве? В Сокольниках. Ну, в Сокольниках. Не прям в парке, недалеко. Не прям в парке, это хорошо. Я вообще по запаху чую тех, кто в парке живет. На жуму умеешь обращаться? Да. Давай мы с тобой, знаешь, что сделаем? Манго бы лучше почистить. И, знаешь, мне очень хочется, чтобы грязную работу сегодня делал кто-то, кто умеет ее делать. Да? Почистишь? Угу. Кайф. Я пока комментарии почитаю. А, Арсений, красивая кофта. Какая симпатичная Оля. Это у меня все из головы, потому что я ни одного комментария не вижу. Боже мой. Кот, ух, сидит у них прямо на полке. Да, действительно, с подсолнухами. У Оли руки-крюки, кто так чистит манго? По-моему, нет, на мой вкус это лучше. Я, знаешь, как, критикуешь, возьми, сделай сам. Да, вот я так и хотела сказать. Затем ты его понюхала. Потому что вкусно пахнет. Потому что вкусно пахнет. Итак, давайте по ингредиентам пройдемся. Манговый нектар. Апельсиновый ликер. Денис. Какая-то... Хороший повар, хороший повар. Плохой повар. Плохой повар. Так, апельсиновый ликер. Игристое мы охлаждали, но пока мы не будем его открывать. И нам нужна какая-то штука, где мы все это можем смешать. Ты тоже запоминай, потому что это может... Итак, итак. 100 миллилитров нашего нектара. Поэтому манго явно нужен мастер-класс. Ты все хорошо делаешь. Ага. На самом деле, Оль, знаешь, прикол моих эфиров в ленте... Первое, все рецепты, коктейли, ну, собственно, сейчас и закусок, мы берем на сайте. Сайт называется еда.лента.ком. Вот. И самое главное, что все ингредиенты тоже можно приобрести в ленте. Нет такого, что, знаешь, потом надо будет полгорода бегать. Так, манго две дольки. Всего? Манго две дольки. Ну, красивые, красивые большие дольки. А я не помню, сколько у нас... Дай-ка я еще почитаю из истории ленты. Или где у меня это записано? По-моему... По-моему... Сейчас я найду. Так, 100 миллилитров. Шикарно. У меня вообще память феноменальная. Феноменальнейшая. И, и... Манговый нектар 100 миллилитров, апельсиновый ликер 20 всего лишь, к сожалению. Ну, что поделать. Знаешь, как это называется? Нет. Ты ни разу не смотрела мои эфиры? Нет. Подожди, и ты не знаешь, что это за набор? Это же легендарный набор. Нет, я не в курсе. Когда начались эфиры ленты, и я что-то готовил, была основная идея, что приготовление напитков – это импровизация. Ну, поэтому, собственно, я. Вот. И тогда у меня вместо джиггера была просто рюмочка. Вместо шейкера был просто стакан. Вместо стрейнера, ну, собственно, как и сейчас, просто сито. Ну, тогда была вообще марлевая такая повязка. Вместо ложек у меня была прям рука, я вот так вот ел. Вот. Эфиры проводились прям в парке. Я там выкапывал небольшую такую землянку. Я видела из окна. Вот. А потом мне наши зрители, подписчики подарили вот такой набор, собственно, в котором есть джиггер. Для меня до сих пор вопрос, как отмерить 20 миллилитров, если это 30, а это 15. Это тебе задачка на сообразительность. Ладно, один раз расскажу, потом будешь так делать. Наливаешь 30, ну, чуть-чуть не доливаешь, типа 25. И отпиваешь. Гениально. Вот, пессиновый ликер компаковал, но тема вообще работает. Я, собственно, поэтому эфиры и люблю. Пробуешь, дегустируешь. Я могу тебе доверить это перемешать барной ложечкой? Стой! Почему ты молчишь, у тебя руки грязные? Если в конце эфира я заляпался, значит, эфир прошел неудачно. Все должно быть чистенько. Так, фотограф ты, значит. Да. Обязательно давай придумаем с тобой какую-нибудь фотосессию. Может, у тебя прямо сейчас есть идеи, как бы это могло выглядеть? Пока нет. Ну, подумай. И, кстати, вы подумайте. Ребята, все, кто только что присоединился к нашему прямому эфиру, задавайте нам вопросы, рекомендуйте, давайте советы. Мы сринутся там. Пишите что-нибудь про Олю. Скажите, блин, на ее месте могла бы быть я. Нет, ну, Оля, правда, ничего не знала. Это все рандомайзер случайных числений. Все это выбрала? Это все моя сестра, на самом деле. Твоя сестра? Ты вообще не хотела участвовать? Ну, она за меня прошла эту игру, а я потом только об этом узнала. Дай-ка угадай. Угадай. Нет, 18. Привет, сестре, передавай. Да, вон она стоит. Да, а как ее зовут? Настя. Настя, привет. Мы тебе потом за кадром, ну, нальем нектар без ликера. Так, ну как мы это разделим с тобой по бокалу? По-пополам. По-пополам. Кстати, пополам это любимое слово альпаки. Давно эту шутку придумал. Пригодилась. Угу. И вот теперь ты спросишь, Арсений, что такое вообще? А вы помните, что в ингредиентах было еще... Там написано шампанское, я это называю игристое. Просто я шампанское в своей жизни... А в чем разница? Шампанское это игристое, приготовленное в регионе шампань. Вот, собственно, и все. Может, ты у меня хочешь что-нибудь спросить? Там, например, люблю ли я манго? Других вопросов нельзя задавать. Хорошо, любишь манго. Спасибо за вопрос. Да, если честно, да. Мне очень нравится, у нее хвойный какой-то привкус есть. И... Ура! Кстати, помощница. Это надо выбросить. Угу. Блин, кайф. Может сложиться впечатление, что я все делаю сам. Я сделал сложную работу, я разлил по бокалам. Сможешь долить на свой вкус игристого, чтобы бокал наполнился? Как ответственно. Угу. О, подожди, 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 подожди. Так, тебя в ресторан не возьмут на работу. Ты держишь бокал, ботылку вот так. Прошу прощения. Угу. Угу. Ну, знаешь, как мне отец сказал, ну, что ты, краев не едешь? Все-все-все, куда ты? Хочешь споить, мне зато на работу. Ииии... Стоп. Мне кажется, уже симпатично получилось. Теперь давай... Мне кажется, здесь мало. Мало? Угу. Тогда это тебе. Я... Знаешь, как? Су-шеф делает всю грязную работу. Ты мой бар-су-шеф. Вот. А шеф делает, знаешь, какие-то изящные штрихи. Я, если честно, не умею. Я тоже не умею. Профессионал. Ну, что-нибудь тоже не умею. Так. Что-то запенилось. А? Красота. Спасибо. Ты правильно все говоришь. Даже если на самом деле некрасиво. Кстати, было бы круто, если бы я был бы где-то боссом. Люди бы смеялись над моими шутками вынуждены. И всегда, чтобы я не делал, говорили бы, красиво. Итак, коктейль готов. Но прежде чем мы его будем пробовать, мы сейчас спросим, как у ребят у наших дела. Денис, как у вас там готово? У нас пару минут. Пару минут? Супер. Мы тогда успеем задать вопрос. Мы успеем задать вопрос. И разыграть... Можно я тоже один. ...тысячу... Да, можешь все забрать. Спасибо. И разыграть тысячу бонусных баллов на карту номер один. Вопрос я сейчас зачитаю, только надо понять, где же я буду смотреть ваши варианты ответов. Праздничный эфир. Смотри, это прямо мы с тобой. Ух ты. Да, а где вопросы? Где комментарии? А где комментарии? Так, ну мы знаешь, что сделаем? Мы попросим наших модераторов, чтобы они посмотрели, кто будет первый, кто ответит на вопрос, тот получит тысячу баллов. Итак, вопрос очень простой. Вы знаете, что у ленты есть логотип, это подсолнух. Помимо кота, это подсолнух. Вам надо просто написать, почему. Почему у ленты подсолнух в виде логотипа и что он символизирует. Первый, кто ответит правильно, сразу получит тысячу бонусных баллов. Причем, кстати, здесь возраст уже не важен, потому что тысячу баллов вы можете потратить на все, что угодно. Так, это можно тоже выбрасывать. Это мы, по-моему, закончили упражнение. Спасибо, помощница. Денис, как дела? Одна минута. Буквально одна минута. У нас еще эфир не резиновый. Мы... То ли дело мы, смотрите, как изысканно. А почему всего два? Почему всего два коктейля? Ты хоть раз... Ты была в ресторане? У тебя было такое? Ты с молодым человеком сидишь или с какими-то там близкими, родными людьми, вы заказали два бокала напитков, и выходят вдруг все повара с кухни, и говорят, а мы? Денис, не бывает же такого? Нет, такого не бывает. Подождите, нет, давайте разделять трус. Вы там что-то готовите? Готовьте. Да чего себе... А мы... Мы у вас не просим, между прочим, что-то там резать. Мы можем, да. Вот, знаешь, можем, да. Да мы сейчас... О, кстати, помощница, нам надо сполоснуть джиггер. Нет, просто я была на фотосуте, где это не работает. А как бы почитать комментарии? Давай еще пофантазируем. Всем передайте привет. Всем городам передаю сразу привет, потому что не могу прочитать, какие точно есть. Арсений, прикольная кофта. Прикольная Оля. Я надеюсь, что вы так пишете. А они по кругу пишут. Передайте привет городам... А, вот, 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 вот. Вот, быстренько. Солнце. Арсений, вы прекрасны. Это я говорил, это я говорю. Только про кофту, вы сами меня вынудили почитать. Низкие цены. Это пишут преимущества ленты. Давайте что-нибудь про Олю. А? Не виснет эфир? Я прям сейчас вспоминаю предновогодний, когда у меня были седые волосы, и мы метались в соцсети на соцсеть, чтобы хоть где-нибудь запустить. Привет из Питера. Арс, привет, тебе идут? Я не вижу, что, наверное, мешки под глазами. Солнце символизирует. Так, ну, правильный ответ у нас наверняка был. Мы с вами обязательно свяжемся. Вот, а нам пора пробовать блюда. Да, Денис? Да, все готово. Быстренько поздравляю с днем рождения ленту. Арсений, передай привет. Пожалуйста, передаю привет. Оль, Оль, успеешь что-нибудь прочитать? Просто летят, комментарии. Йоу. Все, это самое главное. Так, возвращаем. Подожди, подожди, подожди. Оль, подожди, ты умеешь готовить? Ну, да. У тебя на кухне всегда такой бардак? Да. Да? Ну, это творческий процесс. Правильно. Потому что подавать ты будешь в другое место, правильно? На кухне может все что угодно, а на столе все должно быть чисто. Итак, Денис, презентуйте блюда. Это карпаччо из Себаса с тартаром из огурца. Секунда. Как Себас пиливается? Посмотри на автобус. Смешно. Ну, вообще ты морской опыт. Ладно. Посмотри на автобус. Ты в КВН теле в импровизацию. Так, карпаччо из Себаса. Да, из огурца с Себасом. Карпаччо из огурца. Карпаччо из Себаса с тартаром из огурца. С тартаром из огурца. Да, с заправкой из соевого соуса и соуса Мирин. А когда говорят, говорят, карпаччо, это сырое? Это сырое. Мы ничем не заболеем? Нет. Ты знаешь, что? Ты говорила, где коктейль? Где коктейль? Ешьте. На-ка. А что? Уже можно. Ну, хорошо. Мне кажется, это очень вкусно. Выглядит шикарно. Что ты здесь делала? Перец сыпала? Нет. Я ягоды резала, я огуречки. Боже мой, вот это доверие. Вкусно. Ну что, нам надо доверять просто? Держи. То, что готовлю я, всегда вкусно. А, да? Я буду пробовать последний. Почему? Ну, это рыба. Можно и есть. Что-то не так страшно. Так, ребята. Возможно, это последний эфир. И? Это правда вкусно. Что-то азиатское. Азиатское. Да. Может, чем-то на сушку. Она, наверное, из-за соевого соуса, да? У меня такая ассоциация. Сырая рыба, соевый соус. Надо это все запить. Вы, ребята, там пока приберитесь на кухне. Я предлагаю... Оль, во-первых, сухой повед. Спасибо. Если у бокала есть ножка, всегда за ножку. Знаешь, всегда спрашивают вот так держать или вот так. Всегда за ножку. Во-вторых, помнишь, как называется коктейль? Нет. Очень много перца. Кстати, возможно, он так и называется. Очень много перца. Называйте коблер из шампанского с манго. Собственно, легко догадаться. Ну, за ленту. Вот это оценка. Пожди секундочку. Мне знаешь, что кажется? Что как будто бы я просто игристый пью. Я не чувствую... Да, есть такое. Наверное, я перелила. Не чувствую нектар манго. Там, кстати, было 125 миллилитров. Ты как-то это отмерял или просто на глаз? На глаз. Сейчас, ребят, мы с вами поменяемся. Как бы это ни звучало. Я, кстати, всегда считаю, что надо коктейль доводить до совершенства. Хотя бы в эфире. Ну, кстати, знаешь, я вообще сторонник того, чтобы игристые, вам тоже расскажу, употреблять с апельсиновым соком. Это, кстати, чем-то похоже. Апельсиновый сок было бы проще сюда налить, но мы не знали, кто у нас победит. Это я от мух. Мухи и слетелись на мед, кстати. Спасибо тебе большое. Вы... Хочется сказать, что мы вас повышаем до сушефа. Получается, как будто вы в наказание. Но на самом деле нет. Там у Дениса тоже весело. Он тебе сейчас расскажет, как приготовить следующее блюдо. Ну, рано, наверное, приветы передавать. Мы же еще не прощаемся? Да, еще рано. Вот, Ольга, веселая какая. Поменялись. Я тут пока все протираю. А мы можем этот ваша тартар карпаччо? Настолько не понравилось. Очень вкусно. Обожаю. Я даже, знаешь что? Я, наверное, его сейчас уберу, чтобы с вами не делиться, и один потом съем после эфира. Я не на пол его поставил. Это специальный переносной столик. Нет, то, что собака его сейчас здесь доедает. Это просто... Ты же знаешь, что собаки? У них же уникальное обоняние. Она чувствует, что вкусно и безопасно. Поэтому она ест. Кошка бы выпрыгнула. Сейчас еще полосу уберем. Сейчас избавимся от этого запаха. Итак, ребята, ну это у нас Люда. Люда сказала не называть свою фамилию, потому что она очень известна, да? Конечно. И потому что у Люды фамилия поменяется однажды. Да, я надеюсь. Ну вот, мы все надеемся, и этого тебе желаем. С Людой очень интересная история. Мы, когда рандомно выбрали двух победительниц... Кстати, во-первых, я почти не сомневался, что будет две победительницы. Вот. Мы увидели, какое Люда написала поздравление. Можно это сказать? Конечно, надо. Да? Люда придумала... Люд, ну это можно назвать рэпом? Конечно. Я именно в этом стиле лично. Люда придумала поздравление в виде стиля рэп. И с твоего поздравления я бы его даже запустил. Надо, надо. Минутку потерпеть, все, кайфанем. У тебя есть магазин на примете. Все товары покупают только в ленте. Будь то салат свежий или с сыром сэндвич. Сковородка, гриль или новый блендер. С днем рождения ленты, 30 лет уже ты с нами. Конкурентов много, только сами не с усами. Работать дайте лучше, от себе писали порпс. Продаете много яблок, вы вогачите честь в тёпс. Так, а маркет модный, мы найдем у вас саке. Молоко миндальное, из риса и овсяной. Еду подарим людям, соберем ребенка в школу. Батарейки мы отравим на переработку. Каждый день лента пэй, а поешь в лента флэш. Пацану круглосуточно светит посетителям. Нужна еда домой, пишите, привезите нам. Вместе мы спасаем одинокие бананы. Спасибо, говорю большой ленточной команде. Постижение ленты, перечислила я в песне. Никогда еще хвалит, как ни в день рождения. Кризис средне-возрастной, обходите стороной. И пусть каждый покупатель лента будет только твой. У тебя есть магазин на примете. Все товары покупают только в ленте. Будь то салат свежий или с сыром сэндвич. Сковородка, гриль или новый блендер. Сейчас скажу. Что-то долгий, нет? И мы возвращаемся. Люд, ну во-первых, самый популярный комментарий. Стыд. Ну я шучу, я только одно увидел. Возможно, это я сам написал, потому что я, во-первых, завидую. Вот. Кто-то пишет кайф. Кто-то пишет репер. Сколько будет идти эфир? Ну типа уже хочется переключить. Людая. Кто-то пишет Люда Бунтарко. Ну, знаешь что? Кто пишет кайфовые комментарии, те хорошие люди. Кто хейтит, те хейтеры. А хейтеры и нужны. А хейтеры нужны, потому что дальше развиваться. А во-вторых, ну чего, все, знаете как, критиковать гораздо. Запишите свой рэп, поучаствуйте. Итак, с комментариями примерно понятно. Мы, кстати, делаем стоп по ответам на вопрос про наш подсолнух. Почему подсолнух у нас является логотипом ленты? Ты знаешь почему? Солнышко. Солнышко. Солнышко, да. Этого, в принципе, могло бы быть достаточно. Но мне кажется, и у нас, кстати, есть ответ в книге, это книга-лента, я ее сегодня так называю, что ответ очень простой. Потому что... Ну как? Очень интересно. Не просто солнышко, он символизирует позитивную энергию. И уже 30 лет помогает ленте оставаться территорией добра и радости для покупателей. Как и солнышко. Кто написал слово в слово, получит подарок. Нет, на самом деле мы не будем жестить. Те, кто первые написали там солнце или там солнце и добро, вы уже автоматически победители. Потому что вот это 30 лет помогает быть лучшими-лучшими. Ну, наверное, таких людей, наверное, немного. Но если кто-то прямо так дословно написал, то это, конечно, вообще кайф и благодарность. Итак, Люд, мы будем с тобой делать коктейль, который называется апельсиновый Джек Коллинз. Слышала про такой? Нет. Нет. Он делается тоже с нашими бокалами. Шефен Сомелье. Кстати, напоминаю для тех, кому эти бокалы нравятся, что у нас акция бокалов Шефен Сомелье за 1 рубль продолжится до 28 сентября. Вот. И очень много ингредиентов. Поехали по порядку. Самое главное. Джинн. Ты любишь джинн? Нет. Минерал ватер. Я буду по-амбельски говорить. Друг, у нас, я уверен, что у нас сможет, многие люди во всяких регионах. Снова манго. Знаешь, что, если манго открыт... Знаешь, мы его использовали в предыдущем коктейле, просто не успели убрать. Ну, это апельсиновый, я это называю, сироп. Я его приготовила заранее. Нам понадобится лимонный сок. Я обожаю лимонный сок делать онлайн. Соковыжималка. И апельсин для украшения. Ну, здесь все очень просто. Нам понадобится лед, и я помощницу отправляю за льдом. Куда? А, это в морозилке, Люд. Это тебе не рэп читать. Тут надо, да, разбираться. Очень сложно. На самом деле, все зрители наших прямых эфиров знают, что лед не может лежать в духовом шкафу. Он вряд ли на улице, если сейчас не зима. Ну, а я пока вам расскажу. Вдруг вы будете делать вместе со мной апельсинового джина Джека Коллинса. Нам нужен апельсиновый сироп, 40 миллилитров, собственно, у нас уже приготовлен. Лимонный сок, 40 миллилитров. На мой вкус достаточно одного лимона, но я бы сделал два, чтобы, знаете, пусть лучше останется, чтобы было запасно. Минеральная вода, 200 миллилитров, полбутылочки. Апельсины, два кружочка для красоты. Ну, и лед, просто, знаете, нам же нужен шейкер, чтобы тут что-нибудь разбивать. Люда. Тут есть никакие проблемы со льдом. Глобальное потепление. Льда нет. Льда нет? Нет, ну, если нет льда, то мы можем использовать... Может, потом? Пока без льда. Нет, а там что, он примерз? Да. Ладно, Люда, давай мы для начала все смешаем. Нам нужно 40 миллилитров вот этого вот. И для этого я бы, на самом деле, с тобой, знаешь, как сделал? Просто я вот это 30 миллилитров отмерять сложновато, а вот здесь я тебе доверяю, 40 миллилитров отмерь. Тут тоже сложно. Смотри, мы из курса физики знаем, что какой шаг уделения, да? Наверное, 5 миллилитров. Наверное. Если от 30 до 50 их раз, два, три, четыре, то как мы делаем? 50 минус 30 получается 20. И делим на 4. 20 раз, 4, 5. Поэтому шаг уделения 5 миллилитров. Ну, так как миллилитров все. Допустим. Краткая школьная программа, в этом мне только позвони. Хорошо. 35 и 40. Стоп, 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 стоп. Да. Очень важно. Это как химия. С ней тоже плохо у меня. Тоже в школе преподают. Чем ты занимаешься, если у тебя плохо с химией и с физикой? С химией вообще я по образованию журналист. Но я такой скромный журналист, который... По этому без вопросов. По этому без вопросов, да. Нет, ты мне можешь задать вопросы. Например, сколько я по времени готовил вот эту вот смесь? Явно очень долго. Правильно. Вот видите? Так, сколько нам надо джина ты запомнила? Нет. Знаете, я тебе сейчас скажу, сколько джина. Я тебе так скажу, сколько джина. Аж страшно. Угу. Ты прямо у меня спросишь, сколько джина? Поменьше. Ну, ты помнишь, что 40 миллилитров апельсинного сиропа? Да. А джина? Сколько? Давай я это в школе тебе подсказываю. 100 миллилитров. Что? Так, ты спалишься. 100 миллилитров. 100 миллилитров джина нам понадобится для этого прекрасного коктейля. Все четко, все четко. Так, вот джин, кстати, я через джигер бы наливал. Потому что что? Можно попробовать его? Угу. На самом деле 100 миллилитров это доза на 2 бокала. Так, 30. 30 плюс 30 сколько? 60. А ты журналистом где-то работаешь? Журналистом нет. Это очень, ну, такая себе профессия. Очень сложно, надо быть очень наглым, чтобы работать журналистом. Наглым журналистом? Нет. Первый раз так и слышишь. Не-не-не-не, сейчас я работаю пиар-менеджером, но вообще... Денис. Да. Ну, чуть потише. Денис. Денис. Ну, чуть потише. Тут просто 15 миллилитров надо сделать здесь. Что-то капает. Аккуратнее. Это слезы. Так, пиар-менеджером где? Пиар-... Ой, ну я не буду говорить. Почему это реклама? Ну, нет, скажи в ленте. В ленте, пиар-менеджер в ленте. Собственно, как я здесь оказалась. Куда надо все? А вообще я начинающая рэп-эпл-исползительница. Нет, молодая рэп-исползительница. Начинающая — это плохое слово. Боже, серьезно? Ты это сделала не для поздравлений? Не, не только для этого. У меня в пятницу вышла моя первая песня. Так, как она называется? Алиса. Алиса. Это ты дома посидел, пообщалась с умной колонкой? Нет, нет, нет. Я как Алиса в стране чудес. Ищу свою страну чудес. У тебя там гусеница с кальяном есть? Пока нет. Но ты можешь, давай так, не начитать, а какую-нибудь строчку сказать. Она четверостищая рифмога. Четверостищая, боже мой. Я уже забыла текст. Ничего, ничего. Ну, давай так, про что там? Вот все начинается. Залетаю в магазин. Нет? Эй, милый, напряги-ка пресс. Твоя башня с краю не дотянет до небес. Зови меня, Алиса, я хочу страну чудес. Окей, покоряю Эверест. Дай-ка, я почитаю комментарии. Не надо очень. Лютая бунтарка. Пожалуйста, пишите, давайте, я жду. Не, реально писали прикольную. Прикольно. Не знаю про что, наверное, они смотрят. Как у вас там приготовление? Пару минут. Мы, кстати, сейчас зададим вопрос. Йоу. Йоу. Ну, классно. Дальше у нас просто как давного кузнецка, но это пока тайно. Так, мы добавили лед. Мы добавили апельсиновый сироп, джем. Давай сок. Сок лимонов. Сок лимонов. Помощница. Говорят, ты умеешь резать огурцы. Париж лимон. А меня, знаешь, чему научили? Чтобы лимон выдал, кстати, ты знала, что все эти наклейки на фруктах, они должны быть съедобными. Не смысл, что их надо есть, но просто если их случайно съешь, они окажутся у тебя в животике. То ничего страшного. То ничего страшного, да. Мне сказали, чтобы лимон выдал больше сока. Это, кстати, мне тоже потрясется. А я уже заметила, кстати, я забыла. Вот, видишь? Мы тут еще светлый ветер не бросаем. И теперь давай. О, нет. Ты отказалась перед эфиром от фартука. Давай, сделай то, что тебя может ожидать на этом эфире. Заляпайся. Ужасно. Почему? Выглядит симпатично. Если крупным кадром показать, как ты это делаешь. Мои ноготочки. То, во-первых, ноготочки, а во-вторых, можно еще раз написать стыд, кринж, бонтарка. Ужасно. Давайте я покажу. Да. Во-первых, здесь нужна грубая мужская сила. Ну, тут уже я точно не смогу. И какие-то приговоры. Давай, лимон. Ты мне все скажешь. Да, где ты был? Жалко его. Почему? Вот как с ним обращаются. Ты знаешь, что для лимона самое лучшее предназначение это оказаться в коктейле на моем прямом эфире. Я не удивлена. Возможно, это не я говорю сейчас, а от Пит и Джин. Но, ты помнишь, сколько нам надо было миллилитров? А я уже забыла все. Ты забыла? Вообще, я не густырил. У меня же плохо с математикой. Я вот и забыла, сколько там чего. Мы не стесняемся в этот же бокал, потому что это все все равно смешается. У нас примерно 40 миллилитров. Опять? Да. Ну, то есть 20, если ты делаешь одну порцию. 30, 35 и стоп. Вообще, если честно, лимонный сок не очень люблю. Он делает коктейли кисленые. Если выбирать, я бы кисленые не выбрал. Да, я больше сладенькое люблю. Больше сладенькое. Итак, рассказываю. Это я тоже узнал со временем. Шекер нужен в первую очередь не для того, чтобы просто смешать. Смешать нужно было бы в любом бокале. А для того, чтобы лед разбить и плавненько там все это распределить. И бармен трясет не вот так, а около уха для того, чтобы слышать, как там состояние льда. Разбился, не разбился. Не обязательно там много силы какую-то применять. Хотя у меня, если честно... Не бойся, главное открывать. Как выбрать даже? Так, ты замуж собираешься? А что коктейль я должен буду готовить мужу? Это первое, что я должна делать? Ну да. Да? Не знаю. Не, ну просто ты его можешь удивить. Нет, так всё симпатично. Чем я его другим люблю? В холодном. Вообще-то, знаешь, мне даже говорили, я не знаю, что вот так он может открыться. Ага, дело идёт. Ещё раз надо. И так. Ну симпатично? Да. Я бы это, кстати, вылил бы вот так. Раз есть такая возможность. Такая тишина. Потому что мы любим вот этот звук. Привет, кто только что подключился к нашему эфиру. Я надеюсь, сейчас вам ждать сладкие сны. Мы не забыли надеть подключники для взрослых. А если забыли, послушайте рэп от Люд. Ну всё уже. Сколько там его? Это, кстати, самый лучший бар. Только профессионал умеет это так вот делать. Ну я не снялась. Так, ладно. С этим примерно разобрались. Как-то маловато выведет. Как-то маловато выведет. Маловато? Маловато для таких стаканов. А мы добавим ещё лёд. Давай, один я. А, я красивый добавил. А ты, смотрите. Я буду отсюда пить сам, поэтому могу руками. Разломаю. Сейчас всё будет. Ты сделал сто раз. Опасно. Опасно. К кому? Я стараюсь. Ты вообще бунтарка. Ты должна говорить, да, давай. Давай не глядя. Опа. Я не бунтарка. Ну ладно, здесь хорошее слово. Но я не знаю там, к этому ли ты стремилась? Нет, я скорее шут. Шут? Шут. Это просто есть у артистов разные архетипы. Вот есть бунтарь отдельно, а есть шут. Я шут, я весёлая, я всех смешу. Тогда я король. Итак, мы почти всё сделали. У нас есть для чего-то ещё 200 миллилитров минеральной воды. Кстати, я бы лучше использовал бы несолёную. Потому что у нас сейчас будет тут привкусов. Лимонная кислота. Кстати, а ты смотрела же шоу «Импровизаторы»? Конечно. Ты знаешь, там у меня есть такой коллега Дима Позов. Мы когда ездим на гастроли, у него в райдере есть минеральная вода. Дим, я уверен, что ты смотришь, он всегда её открывает и всегда обливается. Всегда. Так, 100 миллилитров. Ну давай на глаз. Это 50. Это почти 100. Это почти 100. Ну допустим. Быстенько для красоты делаем. А трубочки какие-то? Ну ты тоже. Ну вообще-то непрофессиональный какой-то там бар. Как это? Вообще должен быть уже профессиональный. Давай я сейчас принесу тебе трубочки, раз ты такая несговорчивая. А ты пока украсть второй бокал. Угу. 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 Какой город следующий был после Санкт-Петербурга? Кто первый напишет, сразу получит 1000 баллов на бонусную карту номер один. Угу. 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 Вы пока, кстати, можете не просто комментировать, а все-таки отвечать на вопрос, какой город был следующим после Санкт-Петербурга. Ну, чтоб все были здоровы. Если у вас есть какой-то другой тост. Угу. 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 Ну, давай так чокнемся. Вот так вот мы это делаем. Неплохо. Ты хорошая актриса. То есть, давай еще, давай так до дна и попробуем тартар. Кстати, рецепт тартара у нас тоже есть на сайте еда.лента.ком. Я ненавижу сырые продукты. Но, возможно, Денис сейчас изменил свое мнение. Не, ну из мраморной говядины звучит дорого. Неплохо. Угу. Угу. Не-не, очень вкусно. Вот это правда вкусно. Угу. Вы сами это пробовали? Ребят, поешьте. Угу. 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 Неплохо. Слово дня. Слушайте, ну так актеры собрались, и только Денис знал, как это получилось на самом деле. Правильный ответ. Дайте-ка, почитаю комментарии. Пожалуйста, привет Омску. На себя пишут разные города. Правильно. Иркутск, Керчь. Ростов, Лагаев. Приятного аппетита. Новосибирск. Все, правильный ответ точно был. Я уверен, что он был раньше. Действительно, это был Новосибирск. Вслед за ним была Астрахань, но это уже было. Это было еще в 2006 году. Представляешь? Ну, во-первых, много пить. Ну, ладно. Много пить это... Вредно. Или смешно? Я предпочитаю смешно. Я предпочитаю смешно. А я предпочитаю, знаете, что сделать? Забрать у вас у Дениса. Пусть Денис сам готовит свои тартары из разных продуктов, а мы с вами вместе приготовим коктейль какой-нибудь на всех, чтобы хватило на всех, да? Потому что я вижу, как грустит человек, который готовит нам закуску, потому что он не может попробовать. Кстати, тут ты ничего не потеряла. У меня за время эфиров появился только один любимый коктейль. Кстати, я как-нибудь задам вопрос, что это за коктейль. А мы с вами сделаем... Вообще, коктейль по рецепту называется «Колхозница на Бали». Я уверен, что мы ему точно придумаем другое название. Для начала мы возьмем бокалы. Эти бокалы тоже, если вам нравятся. Это от Шефа Энцемелье. Напомню, что до 28 сентября у нас проходит акция «Бокалы Шеф Энцемелье за один рубль». Копите электронные фишки и можете приобрести эти бокалы всего за один рубль. Что нам нужно для этого? Во-первых, нам нужна дыня-колхозница. Как вы поняли, колхозница – это не человек, который пьет этот коктейль. Да, это дыня. И дыню нужно было порезать и в миксере, собственно, сделать из нее вот такую вот смесь. Мы это сделали. Хорошая подготовка. Хорошая подготовка. Нам нужно молоко. Мы тоже заранее подоили корову, упаковали, все привезли в магазин ленты, там сходили купить. Нам нужно сгущенное молоко. То есть, если вдруг кому-то кажется, что молока недостаточно, ну, потому что какое лучшее сочетание – дыня и молоко. Наконец-то будет сладко зато. И ликер. Кстати, его предлагаю пробовать до того, как он окажется там. Маловато, наверное, да? А знаете, что мы сделаем? Я предлагаю все смешивать прямо здесь. Я больше делать ничего сам не буду, вы все умеете сами, и готовить коктейли, и готовить закуски. Поэтому я буду просто руководить. Я вам буду говорить, что, куда и сколько лить. Итак, сгущенное молоко нам нужно 8 столовых ложек. Давайте за столовые ложки мы встречают Оля. 8 столовых ложек. Как вы тогда помните здесь? Мне кажется, здесь меньше. Маловато в сгущенке. Ну, вы примерно, примерно. Представьте, что вы в школьной столовой. Это было давно. Это надолго. А когда вы были? В какой столовой? В последний раз. Представьте, что вы в столовой. Ну, такой, где, знаете, припрятывают часть еды. Любая столовая в питье. Это только две? Да. Мне кажется, лучше все увидеть. Три. Ну, нет, давайте, написано 8. Значит, 8. Ну, я уверена. Сколько, 4? Да. А вот если ты сейчас вырежешь, и окажется, недостаточно. Ну, у вас ложечка с горкой, мне кажется, этого многовато делать. Но он будет чересчур сладкий, если будет все 8. Я считаю, считаю. 7 с половиной. Подожди, подожди, подожди. Помню, что эфирные резины, мы не можем сейчас вдруг уйти в магазин и покупать что-то. Нам снова понадобится, кстати, лимонный сок. Да, не вы, все. Это не, кстати, побольше будет, чем надо. Я, кстати, сейчас кого-нибудь отправлю в магазин. Ну, ладно. Да. Выглядит шикарно. Выглядит шикарно. Оль, ты давно не ходила никуда. Угу. Сходи в магазин, принеси, пожалуйста, лимон. Угу. Нам понадобится молоко. Молоко, сейчас я вспомню, сколько миллилитров. Сейчас, 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 сейчас. Молоко примерно 400 миллилитров. Примерно 400. Мне кажется, это не влезет. Не влезет? Че-то сомневаешь. Знаешь, я верю в лучшее. Я просто вижу, что не влезет. Давай поспорим. Вот если не влезет, то что мне надо будет сделать? Оу. Давай, давай. У тебя сейчас такой штанг. Ты пока думай, думай. Придется снять со мной рилс. Даже несколько. Я тогда... С моей песней. Я готов сказать, что уже не влезет. А если влезет, то что? Если влезет, а не влезет. А не влезет. Давайте проверим. Ли. Эх. Ну как быть без рилса? Никак. Придется снимать. Давай все равно снимем. Конечно. Да, несмотря на то, что я вроде как выиграл. Я тебеец. Я, к сожалению, всегда помню. Мне тебе приятно поддаться, чтобы проиграть. Теперь мы это должны смешать. А вы пока можете нам замутить лимонный сок. Что значит замутить? Вы, девчонки, читайте терминологию бармена. Надо вот эту всеедобную наклейку убрать. Нож взять. А надо было это. Все, вот так вот аккуратненько перемешиваем. Я уже... Вот. Профи. Давай, так перемешивай. Аккуратно, чтобы не расплескать. Давай я буду мешать тебе давить сок. Я уже давила сок. Вот тут эксперт по лимонному соку есть. Кстати. Кстати. Я буду? Да. Девчонки, давайте я пока буду давить лимонный сок. Ты будешь перемешивать. Денис, как у нас там приготовление? Мне еще нужно минуты 3-4. Не спеши. Я пока задам вопрос нашим зрителям прямого эфира, который будет стоить ровно тысячу. Тысячу бонусных баллов на карту ленты. Вы наверняка знаете, а если не знаете, то вот сейчас вам будет интересная информация, что у ленты есть собственный бренд, свежие выпечки, хлебобулочных изделий, готовых блюд, молочных продуктов, мяса и рыбы. Как он называется? Кстати, самый внимательный знает, что этот вопрос я уже задавал в предыдущем эфире. Тем легче вам будет ответить. А я знаю. Ты знаешь? Я про него в песне писала. Скажи мне на ушко только, ну, не, не говори. Ты с микрофоном. Слышат, конечно. Ты не такой уж и рэпер. Почему? Это я попытался сделать комплимент. Ну, в моей голове он звучит хвалебно. Итак, почти у нас уже все готово. Мне кажется, я как будто бы разучился давить сок. Раньше это дело как-то жестко, вот так вот, просто без всяких вот этих штук. Да Денис мне испортил. Принес мне эту штуку какую-то. Я вообще не люблю приспособления. Мне нравятся времена, когда эфиры были, знаешь, вот это вот, пришлось на глаз там что-то налить. Может быть, даже без ингредиентов особо. Напомни мне, сколько нам нужно ликера? Побольше. 200 миллилитров, вот побольше. Ну, я вредит уже. Вот 200 миллилитров согласен. Вот это согласен. Ты все хорошо перемешиваешь? Да, шикарно. Еще лимонный сок придется. Вот такого звука я почему не слышал? Такое. Все вообще под контролем. Дичайшим. Божественно. Ну, кстати, пахнет пока корюшкой. Хороший коктейль. Хороший коктейль. Так. Сока нам нужно, напомни, сколько? 40 миллилитров. 100? 100? Нет. Это жестко. Я сами придумала. Нет, рецепт коктейля есть на сайте. Там косточка. Где? Я видела одно. Была-была. Вот ты бесючая. Ну, правильно. Я считаю, что надо быть требовательным. Сначала к себе, потом к другим. Вот это косточка? Да. Да это мякоть. Это косточка. Так, с этим разобрались. Так. Теперь быстренько... Ну, чуть-чуть перемешаем. Ликер. 200 миллилитров ликера. 200 миллилитров ликера. Я считаю, что это просто тратует продукт. Оль. Ммм. Как дела? Нормально. А попробовать уже хотели. Ликер? Да. Можно и без коктейля в целом. Вот вы, конечно. Есть у меня второй набор. Нет, я. Ты. Я могу. Давай ты. Ну, не из горлышка. Если пробовать из бокала, это неприкольно. Шоколад. Как шоколад? Это Беллис. У него же прям есть свой... Божественный. Я же не играю. Ты не разбираешься в... Так. После эфира сразу, сразу, сразу в бар и пробуем. Какой Беллис на вкус? Ну-ка. Божественный. Божественный. Я люблю такое. Какой у тебя любимый коктейль? Или это пока что тайна? Нет, не тайна. Я не думаю, что мы устроим какой-то конкурс на это. Угу. Ну, так расскажешь? Да. Я очень люблю белый русский. Ну, это тот, как коктейль, который я открыл здесь на эфирах. Угу. Что там? Туда входит кофейный ликер, водка и сливки. На самом деле он, помимо того, что вкусный, он еще очень красиво готовится. Не знаю, как. То есть ты кладешь туда лед, потом наливаешь водку и кофейный ликер. Кстати, это уже будет черно-русский. И делаешь его потом этими сливками, и он так красиво там клубится по вот этим ледышкам. Там как-то весь, он не сразу смешивается с ликером. Короче, получается очень круто. Ну, тут уже на грани. Да все, все, все. Потом, если что, добавим после. Денис, как у тебя там? Я готов. Мы тоже почти готовы. Мы вопрос задали. Ну вот, узнали, какой у меня любимый коктейль. Почти переполнили нашу чашу терпения. Сейчас я еще чуть-чуть расскажу какие-нибудь хорошие новостя. И будем все это вместе пробовать. Денис, ты заметил, ты за рулем? Нет. Кайф. Там так красиво. Где, где? Там? А у нас будет вкусно. Там красиво, а у нас вкусно. Так, девчонки, ну давайте я разолью. Да. Потому что если это будет некрасиво, то спрос с меня. Это будет красиво. Давайте почащусь, если вы помните. Да что ты со своим льдом неси. Нет, только не льва. Ну, кстати, да, по-моему, в рецепте не было. Да? Я бы знал. Я, кстати, пока наполняю до того, как мы произнесем тост. Я, во-первых, предлагаю вам, девчонки, придумать, как мы этот коктейль переименуем. Ну, потому что колхозница на Бали звучит. Ну, как будто бы не хочется его заказывать. Богиня на соколе. Богиня на соколе. Я так понимаю, ты на соколе живешь? Да. А богиня из сокольников может пить? Вполне. Вполне. Короче, рассказывай. У нас же помимо конкурса «Бокальные данные» был еще конкурс на лучшее поздравление ленты. И у нас победил человек прям единогласно. Вся лента восторгалась, все руководцы говорили, боже, это прекрасно. В общем, человек написал не просто стихотворение на поздравление, а целый эпос. То есть, каждый год развития кампании был в этом стихотворении отражен. Мы поняли, что его зачитать не можем, очень длинные. Но я тоже читал некоторые поздравления, и мне показалось, что одного приза недостаточно. И я прям ползал на коленях, умолял, чтобы руководство ленты выделило еще два приза за второе и третье место. А они пошли дальше и сказали, что 10 победителей наградят. Так что мы с вами обязательно свяжемся. Те, кто победил, получат свои тысячу бонусных баллов на карту номер один. А победитель, который написал большой стихотворение эпос, получит главный приз – набор бокалов. Итак, у нас богиня сокола готова. Мы вначале попробуем или сразу в виде тоста? Оль, как скажешь, в виде тоста. Так, Люда. Так, Денис, ты как будто бы что-то сегодня даже делал полезным. Спасибо. Давайте сюда к вам в центр приду, немножко от грязи немножко отстраниться. Что это? Это три вида сорбета. Манго, арбуз, дыня и кокос с лимоном. Так, манго… Манго, кокос. Вот это манго? Да. Это кокос. Манго посередине, кокос и арбуз, дыня. Арбуз, дыня. Ну, девчонки, давайте я вам дам большую ложку, потому что есть мороженое. Тем более сорбет маленькая ложка, не прикольная. Денис. И вообще я люблю организовывать конкурс на лучший тост, потому что всегда эфиры в ленте – это напитки какие-то, и напитки пить просто так не прикольно. Но, мне кажется, сегодня у нас может быть единственный тост, и мне кажется, вы меня в этом все поддержите. Чтобы у ленты, вот эти 30 лет, которые сейчас уже позади, чтобы они были прекрасными, но чтобы следующие 30 лет были еще лучше. Собственно, за ленту за 30-летие. Давайте, секундочку, я возьму манго. Ну, давайте пьем, на сегодня. Я как это, про кофе Людмила, если же вам надо пить, получить удовольствие. Необычный, прикольный. Он почти безалкогольный. Да, они чувствуются. Прикольный. Ну, это вкусно. Как интересно вот это вот. Так, быстренько я попробую, что это манго? А это точно? Как будто перепутали. Я не понимаю, это не кокос. Вот это кокос? Я уже попробовал, могу сказать. Я обманываю. Ребят, на самом деле, мы сейчас будем здесь, пока бокалы все эти не допьем, потом будем делать новые коктейли, возможно, до утра. Плюс, Денис нас обещал сводить в ресторан, в котором он работает. Пока не говорим, потому что мы должны попробовать, прежде чем его рекламировать. Вот, мы напоминаем, что все бокалы Шефа и Сомелье вы можете приобрести в магазинах Лента всего за 1 рубль. Если поучаствуете в акции, собираете электронные фишки и обменяете их на бокалы. Все рецепты, которые сегодня были, и закуски, и напитки, все их можно найти на сайте еда.лента.ком. Все ингредиенты можно, собственно, купить в любом магазине Лента. Хоть в гипер, хоть в супер, хоть в мини, хоть заказать онлайн. Ну и пишите в комментариях, кто вам из девчонок понравился. Что думаете про Дениса? Стоит ли вообще с ним продолжать работать? Какой коктейль сделали бы для себя? Кстати, я скажу, что мне очень понравился вот этот. Да, ну еще бы немного Беллиса и вообще шефа. Не знаю, про что ты там говоришь, про какой ликор, можно ли его где-то достать. Оль, да? Спасибо. Да чуть-чуть. Денис? Нет, спасибо. Я одна такая? Нет, нет, Оль, ну давай так. Я, если честно, тоже выпил чуть-чуть. Ну хорошо. Ты смотри. Прекрасно. Ну давайте еще раз, еще и за встречу. Все, мы прощаемся и можем сказать каждое по два слова. Только два. Может быть, по ленту, спасибо или там слушайте мой рэп. А где, кстати, его можно прислушать? Везде, на всех музыкальных площадках. Называется Алиса? Алиса. Люда Алиса. Люда Алиса. Звучит как людоед. Оль, пару слов на прощание. За ленту. Тебя сейчас сестра рвет и говорит, блин, почему я не прошла по возрасту, а она прошла по возрасту и стоит. Нет, на самом деле я волнуюсь больше вашего. Но абсолютное волнение, конечно же, в Денисе 4. Всем добра и счастья. Заготовил. Спасибо огромное за эфир. Я надеюсь, увидимся. И у меня есть, знаете так, мне это еще и пока не традиция, но я надеюсь, что она станет приятной традицией. Я хочу на память вам подарить символ ленты. Эти подсолнухи три недели стоят. Не знаю, как рекламировать цветы. Всем пока. Спасибо. Боже мой, боже мой.